Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, 138 миссия у нас в игре вперед на зомби войну. Как вы знаете, я ищу идеальную стратегию для прохождения миссий, поэтому давайте париться дальше. Начал я конечно не сначала, но тем не менее, ребята, здесь вот такая вот баба зомбариха, она очень мощная, она медленная, ну как, относительно. И я не знаю чем ее таким пробить, вот я взял гренадира и у меня виль есть, попробуем. Стрелковое оружие ее практически не берет, вот я думаю, что кто-то должен быть, кто очень хорошо ее нахлобучит. Надо только найти этого персонажа, давайте попробуем гренадира. Так, этого чувачка интересно получится взорвать? Ай, зараза, смотри-ка, сдвинулся маленько, ладно. Ну хотя бы так его накумарили, отлично. Блин, сдох. Так, Сони, давай держись, молодец. Вот смотрите, ребята, что происходит, она стреляет и нифигашечки не получает, даже под берсом. Попробуем, что у нас делает Вилли. Ну-ка, Вилли, давай. О, Вилли неплохо станет и наносит приличный урон, но, блин, он очень ватный против остальных. Черт подери, а. Ну, посмотрите, вот эта вот зомбариха, она, смотрите, в руке тащит какую-то там тушу. Давайте заморозим. Нет, это, по-моему, бесполезно. Смотрите, даже моя турель тут ничего не может сделать. Вот тебе, ребята, и идеальная стратегия. А их, смотрите, целая куча идет. Хорошо, ладно. Нам нужно тогда выбрать что-нибудь другое. В общем, Вилли, как вариант, прокатывает, но он слабенький против остальных. Тем более, когда их идет очень много. Значит, что? Я вот не знаю, может быть, взять ремонтника, механика нашего, который... Но у него всего один удар, поэтому давайте гварда возьмем. Попробуем им поиграть, раз гренадир здесь бесполезен. Мы в этом сами лично убедились. Снайперка. Давайте попробуем ее вместо вот сюда поставить. Потому что я думаю, что не дойдет очередь до выработки нам храбрости такими темпами. Я в данный момент просто, ребята, тестирую. Я ищу идеального воина против этой зомбарихи. Очень мощная. Тем более, она долго не идет. Смотрите, вот я сейчас ничего не делаю, и она стоит там. Стоит только мне кого-нибудь вызволить, сразу пойдет орда. Так, Вилли. Может быть, Вилли нам выпустить в первую очередь? Или все-таки гварда, а? Ну, давайте так попробуем. Короче, вот если бы вот не эти хламоны, вот они прыгающие зомбари. Ай! Ну, ладно, хотя бы так сделали. Сейчас посмотрим, ребят. Слушайте, ну, гвард наносит урон, но он сам по себе ватный. Он не выдерживает натиска, к сожалению. Значит, опять минус. Не получается. Ладно, высовем турельку здесь. Попробуем снайпершу. Что она делает? Нет. Не-не-не-не-не-не. Ребят, снайперша тут вообще не катит. Вот Вилли очень хорош. Вилли хорош. Я ничего не говорю. Но, видите, он не справляется, когда очень большая волна идет. Наплыв. Он единственное по одной цели. Бомбит и все. Ну, посмотрим. Не-не-не. Берз не помогает. Так что гвард у нас будет тихо откурить в сторонке. Заморозка. Это все хорошо, ребят. Замораживает. Но, опять же, смотрите, их очень много на нас идет. Черт подери. Значит, неподходящая это, ребят, стратегия. Как говорится, минус она. Полный провал и крах. Ну, хотя бы у нас еще горючка есть. Поэтому мы можем с вами экспериментировать. Я вначале думал, знаете, как сделать, ребята? Опять же, сделать предисловие. И уже вставить выигрышные моменты. Если они таковые у нас будут. Но решил уж все напрямую. Как говорится, правду матку бомбить. И неудачи, и удачи. Даже если у нас 2-3 звезды получатся. Не важно, ребята. Вот. Так что, единственный вариант. Я сейчас пока вижу огнеметчика. Не знаю, как он себя проявит. Сможет ли он держать. И вот механика. Вместо, скорее всего, гварды. Слушайте. Ну, если эти ребята не выдержат. То я не знаю тогда. Марины брать. Ну, вряд ли он поможет. Может быть, резчика. А немедленный. По идее, он мог бы успеть добежать. И разбомбить баррикаду. Но там же прыгуны. Поэтому нет. Теряет это смысл. Ладно, ребята. Вот этой вот командочкой мы, пожалуй, с вами попробуем. Турелька, турелька, турелька. Ну, турельку мы оставим. На всякий случай. Фух. Ну, что ж. Была не была. Побежали. В общем, я ставку сейчас делаю на механика и на огнеметчика. Если они сейчас здесь не покажут себя никак, я не знаю, кого еще брать. Остается только полицейского с дробовиком и рейнджера испытать. Давайте пытаться. Посмотрим, какой он нанесет дамаг. Ой, он вообще куда-то не туда побежал. Эй. Ладно, пускай бомбит. Смотрите. На начало уровня мы уже начинаем бомбить баррикаду. Отлично. Мне это нравится. Так, огнеметчик пошел. Сейчас будем смотреть, ребята. Тестить. Есть. Он, конечно, доживет. Ага. Отлично здесь справился. Молодец. С этими он неплохо. Воу. Механик довольно неплохо, я вам скажу, бомбит. Но, опять же, буквально на удар. Его хватает. И дальше он рассыпается. Но зато половину здоровья он отнимает у этой зомбарихи. Это уже плюс. Плюс, если мы вызываем Вилли, который может станеть и шокером своим бомбить. То, как вариант, должно прокатить. Смотрим, ребята, еще раз. Бам. Отлично. О, он под гвардом уничтожает ее вообще полностью. То есть, на удар ее хватает. Слушайте. Походу, я нашел идеальную стратегию. Сейчас, если она у меня подтвердится, то рекомендую всем. Давайте теперь попробуем огнеметчика. Потому что он у меня так далеко и не дошел никуда. Ну-ка посмотрим, как он жарит. Не понял. Он, по-моему, вообще на... Оооо, ребята, вот оно. Я нашел. Нашел лекарство против этих зомбарей. Вот, что нужно было. Нам нужен огнеметчик, нам нужен механик. Ну, а там уже на ваш вкус. Я, конечно, ставлю, как вы знаете, Сони. Ну, и у меня сейчас в последнее время тут прописался Вилли. Ооо, да огнеметчик вообще не дает им просто пройти. Вот, единственное, что нужно нам найти что-то такое, чтобы сдерживать вот этих вот зомбарей-прыгунов. В принципе, неплохо с этим справляется Турель. Поэтому ее вот так вот мы будем выставлять. Да-да-да, они даже... Так, тихо. Они даже добегать не успевают. Так, хорошо. Значит... Да, и причем не забываем, ребята, что у меня, по-моему, только механик может пробивать баррикады. Ну, может быть, еще Вилли, хотя я в этом не уверен. Ладно, в данный момент будем сдерживать пока оборону. Они идут. Огнеметчик, в принципе, очень легко справляется с ними. Без проблем. Вы сами прекрасно видите. Они медленные. Они даже ничего не успевают сделать. Ну, и в этот момент мы жарим. Вилли там помогает. Кстати, Вилли тоже, по-моему, баррикаду ломает. Ой, а вот это уже плохо, ребята. Время, время до волны. Ну, я думаю, что мы должны успеть справиться здесь. Так, давай еще Турельку поставим. Механика, нам нужна боевая сила, которая смогла бы пробивать ворота. Потому что огнеметчики и стрелковые, они не делают этого. Так, давай, давай, чуть-чуть осталось. Блин, и там 17 секунд, 15. Нет, да должны пробить, ребят. Должны пробить. Ну, давай, ну, поднапряглись там, е-мое. Ай. Щекотливая ситуация. Да не, пробьем, ребята. Фу. Отлично. Ну, что же. Я нас поздравляю. Мы еще, тем более, на три звезды прошли. В общем, ребята, вот она, идеалка. Но мы все прекрасно знаем, что радоваться пока рановато. Потому что впереди нас ждут, наверное, еще более ужасные миссии. И мы будем как-то адаптироваться. Так, у меня горючки хватает. Сейчас, наверное, ребята, мы с вами немножко подкрываем карту. Ага, сундучок. Отлично. Тайничок мы с вами подобрали. Буду открывать все, ребята. Так, ага. Больше ничего не могу открыть. У нас следующая миссия. Но вначале мы, естественно, откроем военный ящик. И посмотрим, что у нас тут. В принципе, неплохо. Неплохо, я вам скажу. Шоколадки выпали. Плюс консервы. Так, у меня денежка позволяет. Да, можно, в принципе, что-нибудь создать. Давайте посмотрим, что у меня есть. Так, у меня есть три шоколадки. Три радио. Четыре щетки. Давайте, наверное, шоколадку мы сделаем. Это у нас будет третьего уровня. Это газировка у нас должна получиться. То есть на удачу. Удача тоже немаловажный фактор, ребята. У нас сразу, получается, бойцы выходят с нимпом. А нимп дает нам, естественно, и крит, и скорость, и силу атаки. В общем, удача. Он может выстрелить с одного раза, завалить любого врага. При хорошем раскладе. Так, отлично, ребята. Все, денег у меня больше, к сожалению, нет. Ничего мы с вами открыть не можем. Поехали смотреть 139-ю миссию. Я не знаю, стоит ли кого-то поменять мне. В принципе, пока идеальная командочка. Вот на данный момент. Давайте смотреть, что у нас дальше получится. Какие у нас тут зомби? Если, конечно, что-то новенькое. О, нет, 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 ребят. Только не яйца. Вы помните их, да? Я их прекрасно помню. Сколько они нам бед принесли. Ё-моё. Я даже не знаю, ребята. Механика стопудово, они сразу заколбасят. Огнеметчик. Вот насчет огнеметчика не уверен. Я его не исп... Так, подожди. Смотрите, у нас энциклопедия открылась и новый какой-то зомбарь. Давайте почитаем. Очень сильный зомби, на котором пуленепробиваемый жилет. Все, я понял. Значит, огнестрельное оружие против него бесполезно. Хорошо. Будем сейчас тогда... Механик. Ой, не-не-не-не-не-не-не. Черт подери. Смотрите, на раз. Просто на один выстрел хватило моего Вилли. Это поганое яйцо. Блин, вон оно еще и выросло, двигается. Ох. Нет, тут бесполезняк. Механик. Ну-ка посмотрим, как ты. А вот механик вроде бы неплохо бомбит. Но опять же, на один удар его хватает. Попытаемся, ребят. Пока еще не все потеряно. У нас есть заморозка. Вот заморозим мы эту хрень, чтобы она яйца больше не плодила. Давайте попробуем теперь огнеметчика. Как он будет... Он должен жарить, по идее, вот этих вот... Ну, в принципе, идеально. Ну, только нифига. Ну, какой мощный это вот это вот зомби в бронежилете. Жарим, жарим, жарим. Надо нам вот эти яйца уничтожить как можно быстрее. Так, Вилли, Вилли, Вилли. Я даже не знаю, стоит ли этого Вилли выпускать на поле боя. Давайте, наверное, попробуем все-таки. Так, тихо, тихо, тихо. Огнеметчик, держись, держись. Блин, не помешало бы, наверное, ребята, и Берс употребить, но... Так, закончилось, да? Закончилось у нас. Давай, механик, бомби. Опа, я что-то не понял. Ребята, тут что-то сейчас такое было. Мне такое ощущение, что Вилли, по-моему, не восприимчив к этому. К обращению. Или мне показалось. Так, ладно, не важно. Сейчас, ребята, посмотрим, как у нас тут все будет дело обстоять. Так, прыгуны. Прыгуны, давай. А, блин, как красиво огнеметчик их жарит. Молодец, умница. Блин, все-таки не зря мы с вами взяли огнеметчика. Вот эти яйца замораживаем. Ха-ха-ха. Блин, вот эта вот капсула, ребята, очень хорошо помогает в этих миссиях, которые... где яйца есть. Но единственное, что когда они размораживаются, сразу начинается, конечно, полная задница. Давайте выстрелим, попробуем. Так, яйцо. Нет, одно еще там стоит. Но, тем не менее, мы сдерживаем сейчас-то в данный момент натиск. Главное, чтобы не было вот этих вот прыгунов. Остальные, в принципе, для нас не проблема. Все, яйцо лопнуло. И вот они, прыгуны, пришли. Давайте только сюда поставим. Ага, 35 секунд. Ребята, у нас волна назревает. Нам нужно поспешить. У нас баррикады ломает только кто? Вилли и механик. Давай-давай. Смотрите, как классно жарит огнеметчик. Практически без остановки. Молодец, он красава. Я от него другого не ожидал. Мои соньки просто там на ура справляются. Не забываем, что я, ребят, нахожусь под берсом. Это практически двойной или тройной урон сразу же наносится. Так, отлично. Вон оно опять это яйцо прет. Давайте сделаем заморозочку сюда. Черт, 3 секунды. О, ребята, волна. Волна бежит. Жесть. Черт, нам бы простоять как-нибудь, умудриться. Так, давайте стрелять нафиг, расстреливать их всех здесь. Так, пока хорошо, ребят. Ага, вот. Я уже думал, все прошли. Нет уж, не прошли мы, нифига. Давай еще одну турель выставим сюда. Будем сдерживать их как-то. Хорошо, у меня там вон бочка замораживает их. И они не могут далеко пройти. Так, отлично. Идеально, ребята, пока мы держимся с вами. Ух, я бы даже сказал, просто изумительно. Мы выставили. И если я не ошибаюсь, ребят, то после волны никаких зомбарей больше не будет. Да, нам просто остается тихонечко плодить наших чувачков. Это я имею ввиду вилли, механика. И разбирать ворота, в принципе, и все. Да, ребята, ну, как вы понимаете, это лишь моя, как говорится, моя миссия по нахождению идеальной стратегии. Можно было бы, я думаю, здесь намного и лучше пройти, даже без повреждения. Просто там немножко допустил, пока думал, пока размусолил. Я же не знаю, какие там у них интервалы, кто пойдет. Выжидаем подходящего момента, чтобы у нас было побольше храбрости. Только после этого мы начинаем что-то с вами предпринимать. Когда обычно уже поздно. Ну, как видите, здесь я практически с мощной атаки выдержал и пробил ворота прямо на ваших глазах. Так, 139-я миссия у нас пройдена. Ну что же, давайте продолжать с вами дальше. У нас, в принципе, 140-я намечается эмиссейка. И что у нас тут откроется? Сейчас мы посмотрим с вами, может быть, какой-нибудь тайничок еще найдем. Нет, к сожалению, пока нету. Давайте вот так сделаем. Подожди, а, вот, все нормуль. Так, давайте сделаем, чтобы нам буквально хватило с вами на один бой. О, видите, тайничок нашли все-таки. Я думаю, наверное, стоит... Давайте посмотрим, наверное, тайничок с вами, что нам там досталось. Так, хлебушек. Ага, ну, в принципе, неплохо. Опять же, у нас все идет на удачу там. Это нормуль. Так, 140-я миссия. Опять же, невозможно. Поехали, ребята, будем смотреть. Команду я оставлю ту же, что у меня сейчас в данный момент есть. Ага, начинаем опять. И тут у нас яйца ждут. Да. Так, больше здесь ничего нету. Обычно, знаете, когда по машинам тыкаешь, там бывает какой-нибудь приз лежит. Но здесь, как видим, ничего нету. Так, значит, опять же, эти пули непробиваемые зомбари. Опять же, у нас идут вот эти попрыгунчики. В принципе, Вилли неплох. Неплох, он сейчас прыгнет на него. Мы его немножко шокером побомбим. Нет, смотрите-ка, он даже не прыгает. Вот это он зря, конечно. Соответственно, он здесь и погибнет. Отлично. Так, ах ты, камикадзу. Я не заметил, ребята, не заметил. Ха, смотрите. А Вилли-то держится. Он просто ему сносит щит при первой атаке. А вот эти вот говнюки меня нервируют. Ребят, смотрите. Ай-яй-яй. Очень близко подошли к автобусу. И сейчас будет автобус бомбить. Да. Уже три звезды нам не светит. Да и фиг с ним. Пока, ребята, мы ищем с вами хорошую стратегию. Потом ее просто-напросто надо будет обточить, облизать. И у нас будет вообще все идеально. Вот. Так что... Давайте, ребятушки, давайте. Там, блин, яйцо это... Яйцо уже начало плодить эти фантомов. Хорошо. Давайте огнеметчика вызывать. Да емай, да что ж вы делаете, а? Ироды. Все. Сейчас мы это яйцо будем с вами лупить. Оно даже не будет успевать своих фантомов плодить. Потом мы, наверное, с вами его заморозим. И уже начнем огнеметчиком жарить. Я вот так вот предполагаю. В идеале. Так, блин. И нужно нам что-то такое сделать, чтобы камикадзе нас не атаковали. Это надо что-то поставить, типа бочек. Да, в принципе, здесь идеально подошли бочки. Взрывные. Так, попрыгун опять прыгает. Ха, сгорел. Отлично. Хотя вот Вилли может даже неплохо делать вид бочки. Почему бы и нет? Так, заморозим здесь. Слушайте, по-моему, да. По-моему, Вилли не восприимчив к этим яйцам. Точнее, к фантомам. Они его просто не берут. Они лопаются и все. Странно. А помните, у нас был с вами этот чувак такой с щитом, сват? Почему-то он мог превращаться. Может быть, у Вилли какой-то там супер-пупер офигенный костюм? Как вариант. Ну да. Так, ладно, ребят. Шутки в сторону у нас тут с вами. Смотри-ка, огнеметчик не может прожарить яйцо до тех пор, пока оно вот. Вот теперь может. Как только оно раскрылось, это помните, как в фильме, это чужой. Кокон раскрывается, только тогда можно что-то сделать. А пока он закрыт, хрен ты его что сделаешь. Не взломаешь и ничего. Потому что оно там супер-супер прочное было. Так, ладно, этих всех тварей мы завалили. Кстати, волна скорая. Ребят, нам нужно... Нам нужно поспешить. Нам нужно как можно быстрее уничтожить ворота. Блин, давай турель поставим. Это на всякий случай, если мы не успеем, хотя бы будем отбиваться от волны. А мы, ребята, в любом случае не успеем. Давайте, наверное, тогда бочку-заморозку поставим туда. Да, конечно, мой механик заморозится. Ай, чуть-чуть нам буквально не хватило. Ладно, фу, будем ждать, ребята, волну. Будем надеяться, что мы ее отобьем. Оу, нифига, нифига, ребята. Все-таки огнеметчики здесь красавцы. Я думаю, вы со мной согласитесь в этом плане. Потому что нигде я так часто не применял их, как тут. Оу, их снесли. Их снесли, всех причем, до одного. Ладно, стреляем еще раз. Давай, 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 давай. Механик, ну пробей, пожалуйста, эти ворота. Ну, да. Да, вот оно. Вот оно счастье. Ну что же, ребята, 140-ая миссия у нас пройдена. Денежку с вами получили. Но, в принципе, наверное, ребята, будем закругляться. Потому что у меня горючки, как вы можете знать, уже нету. Все, одна единичка. Нет, можно, конечно, посмотреть кинотеатр. Но это, опять же, тратить на это время. Поэтому давайте, как говорится... О, еще один тайник. Хорошо-то как. Вообще замечательно. Давайте глянем, что там нам достанется из него. Так, отлично, неплохо. В принципе, меня это радует. Все отлично. Так, а что у меня там, интересно, по лиге, а, ребята? Вот на каком я месте? Пока еще на первом. Замечательно. Ну, все, ребятушки, давайте мы с вами будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ну, а мы, как обычно, как по традиции, увидимся в следующей серии и продолжим проходить эту увлекательную игру. Так что, ребятушки, всем пока и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok